Россия с удовольствием использует белорусский опыт, причем самый, что ни на есть, негативный. Самое жуткое – это знать, что наш сын, которому на тот момент было 3,5 года, остался без нас. То есть у него одновременно исчезли. Вот просто были и исчезли мама и папа. Вы знаете, в тюрьме вообще нужно смеяться, потому что иначе можно сойти с ума. Мы хохотали по любому поводу. Расскажите о себе. Ирина Халиб, журналист «Новой газеты», бывшая политзаключенная. Много лет работала с опкором по Беларуси, сейчас, к сожалению, в изгнании, но по-прежнему пишу о Беларуси в том числе. Как прошел ваш день 24 февраля 2022 года? 24 февраля 2022 года я проснулась от того, что муж говорит мне, ты что спишь, война началась. Я сначала не могла понять, что за война. То есть я понимала теоретически, что это Россия напала на Украину, но мне категорически спросонья. И оказалось, что война это что-то нереальное, это где-то, может быть, она еще в каком-то сне. Потом срочно всех стал обзванивать Муратов, созывать, главный редактор «Новой газеты», созывать на срочную планерку. И мы просто планировали, как каждый должен срочно сидеть и круглосуточно писать о том, что происходит вот в его регионе, в его стране. Моя задача была написать, писать о том, что происходит, каким образом Беларусь участвует в этой самой войне. И это было страшно, когда я поняла, что моя страна стала со-агрессором. Изменилась ли ваша жизнь после начала войны? Конечно, изменилась. Само собой изменилась. Ну, во-первых, у «Новой газеты» была отнята лицензия, «Новая газета» перестала быть медиа. Дмитрий Муратов перестал быть человеком, который, ну, знаете, я не могу сказать, что он был неприкосновенен, но все-таки лауреат Нобелевской премии мира. Мне кажется, это было чем-то вроде охранной грамоты для него вот до того самого 24 февраля. После этого нет. Мы все, мы опасаемся друг за друга, мы опасаемся за всех коллег, которые и в России, и в Украине, которые за пределами. Ну, и часть нашей редакции вынуждена была уехать из России, чтобы, по крайней мере, чтобы начала выходить, по крайней мере, новая газета «Европа», в которой слово «война» звучит как война, а не как… а не изоповым языком. Говорят, что Россия сейчас идет по пути, который Беларусь уже прошла чуть раньше. Вы согласны? Вы знаете, я давно замечаю, что Россия с удовольствием использует белорусский опыт, причем самый, что ни на есть, негативный. Я, к примеру, обратила внимание еще, если вы помните, еще в 2010 году, после акции протеста, когда было возбуждено уголовное дело в Беларуси по статье «Массовые беспорядки», статье, которая раньше не применялась. В России, к слову, она тоже не применялась. Но вот в Беларуси появились десятки политзаключенных, появились вот эти показательные суды, и ХОБА проходит, по-моему, полтора года, и в России болотное дело по той же самой статье «Массовые беспорядки». То есть Россия постепенно идет этим же самым путем. И знаете, я в таком случае могу сказать, что в очень скором времени российские консульства за границей перестанут выдавать паспорта, справки и все прочее. Ваш муж Андрей Санников был кандидатом в президенты Беларуси. В декабре 2010 года его и вас арестовали на митинги против Лукашенко и фальсификации выборов. Вы провели в тюрьме два года. Что было самое ужасное для вас там? Самое жуткое – это знать, что наш сын, которому на тот момент было 3,5 года, остался без нас. То есть у него одновременно исчезли. Вот просто были и исчезли мама и папа. Куда-то ушли, как часто уходили, но потом возвращались, а тут ушли и не вернулись, и все. Вот это было самое страшное. Все остальное можно пережить, поверьте мне. Бытовые трудности, вынужденное сосуществование совершенно чужими людьми на очень маленьком пространстве – все можно пережить. Вот тревогу за близких пережить тяжелее всего. А что помогало выжить в тюрьме? Характер и смех. Я очень много смеялась. Вы знаете, в тюрьме вообще нужно смеяться, потому что иначе можно сойти с ума. Мы хохотали по любому поводу. Конечно, поддержка, потому что я-то знала, я-то знала, что за меня борются. Я знала, что не только за меня, за всех белорусских политзаключенных идет серьезная борьба. Я знала, что нашего освобождения добиваются многие. Потом я узнала, что Борис Немцов выходил к белорусскому посольству с моим портретом в пикет. А мне, к сожалению, уже некуда выходить с боренным портретом, потому что его нет в живых. В общем, это мы как-то пережили. Но тогда нас были десятки политзаключенных. Сейчас в Беларуси многие тысячи политзаключенных. И тоже сажают, как и нас, целыми семьями, мужа с женой, мать с дочерью, сестер. Это стало нормой. Вот это страшно. В 2020 году новой белорусской оппозиции во главе со Светланой Тихановской также не удалось победить Лукашенко. Почему? Понимаете, я вам объясню, все очень просто. Если ты хочешь победить, а не сделать селфи на красивом фоне, то, извини меня, нельзя прийти в воскресенье на митинг, потом уйти домой с тем, чтобы снова выйти на акцию через неделю. Все, нельзя уходить. И все эти цветочки, лепесточки, фонарики, шарики, попытки обниматься с ментами, извините, это тупиковый путь. Побеждать диктатуру нужно по-другому. Нужно быть готовыми, к сожалению, да, к тому, что придется стоять не просто дни, недели, может, месяцы. Нужно быть готовым к жертвам. Нужно быть готовым к тому, что будет очень тяжело и хреново. И нужно забыть о том, что мы представители креативного класса, мы высокообразованные люди, мы не будем метать булыжники. Это не наши методы. Наши методы. Как сказал мне один из соратников Алексея Навального, к слову, пару лет назад, он сказал жуткую и чудовищную фразу. Он сказал, к сожалению, в России 500 участников русского марша на улице сделают гораздо больше, чем 500 тысяч либералов. Это печальная правда, которая действует и в России, и в Беларуси. Понимаете? Кто строит баррикады, кто жжет покрышки. Футбольные фанаты, анархисты, националисты, то есть внесистемщики. Значит, нужно ради победы, нужно всем стать внесистемщиками на время. Но потом, ради бога, возвращайся в офис, в кабинет, куда хочешь, на выставку. То есть та же ошибка, что и у лидеров протеста на Болотной. Совершенно верно. К сожалению, мне очень обидно, что вот эти, понимаете, это уже не просто наступание на грабли, это уже какие-то пляски на граблях. Вот уже один раз, другой раз эти грабли все бьют, людей все сажают. Но я очень надеюсь, что, понимаете, но таких лютых репрессий, как в Беларуси после 20-го года, как в России сейчас, еще не было в новейшей истории. Ни в российской, ни в белорусской. Я надеюсь, что, может быть, вот эти грабли, вот эти гигантские, огромные грабли уже, наконец, чему-то научат. Война – это логическое продолжение диктатуры. Понимаете, война, хоть убейся, она произойдет, если в стране диктатура. И бороться со следствием – это бессмысленно. Бороться надо с причиной, с диктатурой. Чем белорусская диктатура отличается от российской? Колхозностью. Я понимаю, что Путин – невеликого ума человек, и уж явно не шибко образованный, но Лукашенко просто обскурант. Вот просто, он просто дремучий, понимаете? И это чувствуется во всем даже в лексике. Путин все-таки иногда какие-то умные слова вспоминает. Может быть, они у него на бумажке записаны, может, он их заучивает, я не знаю. С Лукашенко даже такого не происходит. Прежде чем я отвечу на вопрос о разнице, я скажу о том, что общего. Общее то, что и белорусская, и российская диктатура до недавнего времени держались не на штыках, и не на страхе, а на равнодушии и удовлетворенности большей части общества. Но если не лезешь в политику, ну ничего с тобой не произойдет. Будешь нормально жить, будешь зарабатывать, будешь ездить за границу, будешь отдыхать, будешь, не знаю, собирать на квартиру, брать ипотеку и все такое прочее. То есть государство, то есть договор, вот этот негласный договор тоталитарного государства с обществом, вы к нам, вы всем довольны, а мы вас не трогаем. Это у них было, несомненно, общее. В чем разница? Разница в том, что Лукашенко, в отличие от Путина, по-моему, с 2006 года уже точно, не является победителем выборов. Его не выбирают. Его не выбирают. Понимаете, Путин до последнего времени был все-таки легитимен. Я не знаю, как там насчет последних выборов. Но, впрочем, сейчас глупо говорить о выборах вообще после обнуления, после всего этого изнасилования Конституции. Но я могу сказать, что Лукашенко не был избираем, по крайней мере, с 2006 года. Все белорусы это знают, все прекрасно знают, что выборы не просто фальсифицируются, голоса попросту не считаются, вот рисуется некая оговоренная цифра. Понимаете, за Путина все-таки голосовали. Вот это главная разница. Просто Лукашенко, понимаете, большинство белорусов его воспринимали как карикатурного персонажа. Вот в тот самый период, да, когда большая часть общества была равнодушна, и, собственно говоря, была равнодушна к собственному избирательному праву, в том числе. Ай, ну ладно, но фальсифицируют выборы. Ну посмотрите на него, это же персонаж анекдота. Он же комический тип совершенно. Вот так вот его воспринимали. Путин все-таки на карикатурный персонаж не тянет. Злобный карлик, да, серая там белая моль, я не помню, как его называют, да. Но в нем что-то зловещее все-таки было изначально. Почему Беларусь не отправила войска в Украину? Ну, во-первых, извините меня, во-первых, в Беларуси не так много войск. Во-вторых, в России вот этот принцип «бабы еще нарожают» и все такое прочее, он действует. Россия не сильно нуждается, как я понимаю, в человеческом ресурсе, вот в этом самом пушечном мясе. Мы знаем, в конце концов, из разных регионов поступают новости о том, что да, с одной стороны люди бегают от мобилизации, но с другой стороны, извините меня, контракты заключаются и личного состава более чем достаточно. А сколько в России тюрем, сколько в России зэков, которые готовы ехать? Нет, тут, знаете, я думаю, что Путину не настолько важны были некие белорусские солдаты либо офицеры. Сам факт, Беларусь предоставила свою территорию для российской военной техники. С белорусской территории летят ракеты, взлетают самолеты и все такое прочее. Этого достаточно, чтобы сделать Лукашенко соучастником, Беларусь с агрессором. И, собственно говоря, их, скажем так, союзнический контракт выполнен. Как вы считаете, в Беларуси сейчас больше тех, кто поддерживает войну в Украине или тех, кто против? Конечно, тех, кто против, разумеется. Понимаете, Беларусь в большинстве своем против диктатора Лукашенко. Это значит, что против диктатора Путина, который поддерживает диктатора Лукашенко, против войны, против, собственно говоря, вот всего этого ада, в который превратилась человеческая жизнь. И в нашей стране, и в вашей стране. Как вы считаете, почему в Беларуси и России произошла реставрация авторитаризма, тогда как другим европейским странам из бывшего соцлагеря удалось этого избежать? Понимаете, дело в том, что с Лукашенко вот сейчас как раз все понятно, потому что он существует на деньги, что называется, это, извините, на кремлевские деньги. То есть Путин его главный спонсор, главный спонсор белорусского режима. Тут все совершенно очевидно. Меня спрашивают, как вы думаете, вот сколько Лукашенко продержится? Я объясняю, ну вот пока Путин держится, будет держаться и Лукашенко. Это тот случай, когда они упадут и расшибутся вместе. Знаете, как, не знаю, как влюбленная парочка со скалы. Вот что-то в этом духе. Почему они вообще сумели, почему Путин сумел удержаться для меня, это точно такая же загадка. И знаете, я никогда не жила в России, я только наблюдала за тем, что происходит. Я никогда не могла понять, и по сей день не понимаю, как можно было за Путина вообще голосовать. Как можно было его, ну согласитесь, его же поначалу, по крайней мере, его избирали. Как? Вот эти образованные люди, эти белые воротнички, эти симпатичные ребята, которые работают в офисах крупных компаний, которые пишут картины, которые придумывают, я не знаю, которые создают некий творческий продукт. Вот они голосовали, извините меня, я не... Видимо, это загадочная русская душа, которая для меня лично непостижима. Лукашенко ведь пришел к власти еще в 94-м году, до Путина. В 94-м пришел, да, и в 94-м он был избран совершенно демократическим путем, это были первые и последние демократические выборы. Тут как раз все очень просто. Лукашенко победил на, понимаете, на волне протестного голосования. Его главным оппонентом был тогдашний премьер-министр Вячеслав Кебич, представитель партийной номенклатуры, да, старый партапаратчик. И люди, которые хотели перемен, хотели, чтобы Беларусь уже пошла в каком-то европейском направлении, чтобы уже все было по-другому, они понимали, что проголосовать за старую партийную номенклатуру, это может означать вернуть Беларусь вот в то самое коммунистическое прошлое. И проголосовали за молодого. Лукашенко было 39 лет, господи боже мой. И я вам скажу, что в качестве, он же был депутатом Верховного Совета 12-го созыва, как раз в 90-м году его избрали. Ну и в качестве депутата он выглядел забавным, смешным, но вполне, как вам сказать, вполне устремленным в некое светлое будущее. Он создал там в Верховном Совете фракцию коммунистов Беларуси за демократию. Да, я понимаю, что это звучит как оксюмарон. Но, тем не менее, я помню, в 91-м году Лукашенко сделал заявление, что коммунисты Беларуси против путча, мы, значит, против захвата власти. Ну, 19 августа, в общем, это был достаточно, наверное, смелый поступок. Лукашенко никогда не знал цену своим словам. Я помню, вернее, он говорил то, во что сам начинал верить. То есть, я помню прекрасно их дебаты с Кебичем, теледебаты. Когда Лукашенко говорил, у вас заводы стоят, вы их не смогли запустить, а я приду и завтра их запущу. Я бы еще говорил, как? Это невозможно. Да, возможно. Ну и допускаю, что. Вероятно, многие подумали, что, черт возьми, как знать, а может быть, вот эта новая волна действительно сможет справиться с экономическим кризисом. Так вот и пришел. И все, а дальше и тут такое началось. Режим Лукашенко запретил выдачу новых загранпаспортов эмигрантам. Насколько это осложнило жизнь тем, кто уехал? У белорусов нет загранпаспортов. У белорусов один паспорт общегражданский. То есть, он и внутренний, он и заграничный. Это очень сильно осложнило жизнь эмигрантам. Потому что теперь для того, чтобы не только паспорта, любую справку, любую доверенность, теперь за этим делом нужно ехать в Минск. То есть, если раньше в консульстве можно было, не знаю, заверить некую бумагу, можно было выписать доверенность, то теперь все. Более того, доверенности, выписанные за границей, уже не принимаются белорусскими государственными всеми этими структурами. Понимаете? То есть, все. В принципе, я понимаю, что это такая мерзкая, мелкая месть. То есть, вы думаете, что вы свалили, и я вам теперь могу только соли на хвост насыпать? Вы думаете, вы теперь недосягаемы? Ну ладно, держите. Вот. И вы поймите, люди, многие люди оказываются просто, в какой-то момент они оказываются вне закона. Ну вот все, заканчивается паспорт, и что делать? Хорошо, есть, например, Польша, которая будет, Польша и Литва, тем, у кого убежище, либо вид на жительство, они будут выдавать так называемый travel document, ну, в просторечии паспорт иностранца. Это не паспорт, конечно, но это просто документ для путешествий. Вот. Это некое спасение. Но куча народу, которые находятся не в Польше, и не в Литве, а в других странах, они оказываются в очень сложной ситуации. Понимаете, белорусы, которые бежали после 20-го года, ведь многие из них, например, не обращались за политическим убежищем. Ну, потому что зачем? У меня есть, я в безопасности, у меня есть руки, ноги, голова на плечах, я лучше просто-напросто пойду работать, чем я буду просить у государства защиты, лучше я пойду работать, лучше я легализуюсь, как получу временный вид на жительство и буду себе спокойно жить. Вот все эти люди теперь вынуждены будут обращаться за убежищем. Просто для того, чтобы как-то легализоваться, получить некий документ. Это действительно очень осложняет жизнь. Это осложняет жизнь родственников, которые остались в Беларуси, потому что теперь вот эти доверенности, выписанные в Черногории, в Литве, в Польше, где угодно, они все уже недействительны. А за эти годы, я вас уверяю, каждый себе так лет на 10 наговорил, нарепостил, надонатил. И, в общем, сейчас, безусловно, каждый день, вот каждый день я читаю телеграм-канал до правозащитного центра «Весна», каждое утро начинается с того, что еще арестовали еще несколько человек, вот еще двое вернулись в Беларусь, хотели паспорта заменить, и их прямо на границе приняли, что называется, понимаете? Репрессии не прекращаются. К сожалению, возвращаться в Беларусь смертельно опасно для любого из тех, кто сейчас находится за границей. Чего вы боитесь? Я боюсь за своих маму и папу, которые в Минске. Я очень боюсь за них, потому что буквально на днях Лукашенко сказал такую фразу, но те, кто занимается деструктивной деятельностью за границей, вы о родственниках своих подумайте. Я боюсь за свою свекровь, за маму Андрея, которой вообще-то 91 год, и она в Минске. Я боюсь за своих друзей, которые остались там. За себя я не боюсь, за свою... А вот за тех, кто там, за своих коллег из «Новой газеты», которые остались в России, за них за всех я боюсь. Что дает вам надежду? Понимаете, в принципе, надежды у меня уже, наверное, и не осталось. Но усилием воли я ее перевела в разряд веры. То есть я не надеюсь. Я верю в то, что все будет хорошо, и я вернусь домой. Надежда всегда на чем-то основывается. А вера слепа. Я просто слепо верю в то, что я вернусь домой. Субтитры создавал DimaTorzok